В стране продолжают обсуждать изменения в Конституцию России. Поправки, вызвавшие самые горячие дискуссии в последние дни об упоминании Бога и о русском языке, прокомментировали сегодня лидеры общественных организаций республики. Вносимые поправки в Конституцию Российской Федерации являются своевременными, очень актуальными. Они вызваны теми изменениями, которые происходят в социально-экономической, духовно-нравственной, культурной жизни страны. Что касается заданного вами вопроса о вере Бога, это духовное наследство, оставленное поколениями людей, нам. И поэтому к этому надо относиться всегда большим достоинством, большим уважением. И это очень важно. В Конституции наряду с этим сказано о том, что наше государство светское государство. И поэтому никто не заставляет кого-либо принять ту или иную веру селом. И поэтому вера Бога – это добрая воля любого гражданина Российской Федерации. И поэтому то, что мы зафиксируем, уважая наше предыдущее поколение, наших предков, это, я думаю, заслуживает самого серьезного внимания и одобрения. Мы живем в Великой России. Мы Россию любим. Я хотел бы в этой связи напомнить вам слова великого просветителя Чуварского народа Ивана Яковлева. Он сказал в завершении своему родному Чуварскому народу – «Верьте Россию, любите ее, и она будет вам матерью». Здесь, откровенно говоря, сказано все. Русский язык является основывающим, объединяющим языком всех народов. Когда мы говорим о том, что в Конституции русский является языком, объединяющим людей, укрепляющим наше единство, в то же время сказано, что каждая республика имеет право устанавливать свой язык государственный. Там сказано о том, что никому не запрещают изучать свой родной язык. И мы должны создавать условия для того, чтобы изучали в национальных республиках, в областях. Я полностью поддерживаю эту позицию. Мы обсуждали этого образа на заседании ассамблеи, и народы поддерживают. Каждое мнение субъективно. Мое мнение – Бог един. Но мы все разные и верим по-разному. У каждого свой Бог может быть, правильно? И религии разные, все они. Но Бог един. И Конституции записаны, каждый имеет право в свою веру и исповедание. Это нужно сохранять и будет сохраняться. Есть государство Российской Федерации. У государства должен быть свой государственный язык. У Российской Федерации русский язык – государственный язык. Ну а Российская Федерация состоит из множества коренных народов. У каждого народа есть своя история, культура и язык. Каждая республика, каждый вправе на своем языке разговаривать. На своем языке и не только в домашнем обиходе, также и в работе, и так далее, и в общественных местах. Эти поправки будут способствовать сохранению культуры, языка всех народов, коренных народов. Мы это приветствуем, это нас радует.